Сюжет футболиста карьеры полностью вымышленный. Всякая сходца с реальными событиями является абсолютно случайным. Всякая сходца с реальными событиями является абсолютно случайным. Всякая Боруссия, скорее всего, это Армения. Они идут сейчас на 18-й строчке. А мы идем сейчас на 4-й. У нас борьба, естественно, за первое место. Одна победа. Если наши преследователи, которые наверху... Ну, не преследователи, точнее, мы преследуем топ-3. Если все команды с топ-3 проиграют, мы занимаем первую строчку. Ну что же, выездная, правда, игра. Вот такой вот у нас состав. Боруссия против Баварии. Поехали. Итак, Сигнал. Иду на парк. Боруссия против Мюнхенской Баварии. Ну что же. Матч четвертой команды против 16-й. Поехали. Заканчивается матч. И мы теряем очки. Снова мы теряем очки. Причем против команды, которая идет сейчас на последнем месте. Обидно. Тем более, тут еще и по ударам. Ни одного даже удара мы не нанесли. Средняя оценка у меня 5-5. Ну, а лучшим стал Ауар. После этого матча мы все так же на четвертом месте. У нас 39 очков. И теперь уже 4 очка отставания до первого места. Итак, сейчас у нас выездная игра. Майнц против Баварии. Майнц идет сейчас на шестой строчке. Нам в любом случае нужно побеждать. Потому что сейчас за одну победу мы просто ничего сильно и не наберем. Но вот Байер и Антрахт могут оторваться от нас в случае нашего поражения. Ну что же, снова отправляемся мы на выезд. Вот такой состав у Майнца. Мы заряжены. Поехали. Итак, вот мы в центральном круге так собрались. Послушали речь капитана. Ну и сейчас нам нужно только побеждать. И очередной матч, она заканчивается в ничью 0-0. По статистике равная игра, но я не знаю. Почему мы не можем выигрывать? У меня еще и оценка 7-0. После этого матча мы даже поднялись на одну строчку. Скорее всего, там Армения проиграла. Мы теперь на третьем месте. И у нас 6 очков отставания до первого места. Ну что же, сейчас у нас игра против Баруси Менхенгладбах. Играем мы дома. Именно эта Менхенгладбахская Барусь идет сейчас на девятой строчке. Мы на третьей. Но нам в любом случае нужно побеждать. Сегодня у нас выпуск пока что без побед. Вот такой вот состав у Баруси Менхенгладбах. Форма надо только вот поменять. Менхенгладбах сейчас бы вышли. Все, пусть они вот так в Валенсии играют. Бавария против Баруси. Поехали. Итак, Альянс Арена. Бавария против Баруси. Поехали. И мы пропускаем 38-я минута. Чурам нам забивает. И все. Пока что у нас за три матча ни одной победы. Нас даже обыгрывает Менхенгладбахская Барусья. Чурам единственный мяч забил в этой встрече. Ну, можно сказать, полная доминация была. Хотя здесь за нами и владение было. Но даже ни одного удара по воротам не было. После этого матча мы все так же на третьем месте. У нас лидерство на четвертой строчке в одно очко. И отставание от первого места в 9. Ну что же, после поражения у нас сразу же идет матч в Кубке Германии. Бавария против Лейпцига. Лейпциг идет сейчас ниже. Десятой строчке. Мы еще и играем дома. Но, естественно, будем играть на нейтральном стадионе. Посмотрим на их состав. Вот такой вот интересный на самом деле. Не знаю, почему они идут так низко. Бавария против Лейпцига. Поехали. Итак, Альянс-Арена. Играем, кстати, дома. Повезло. Как-то так совпало. Не знаю, может быть, именно в Бундеслиге и в Кубке Германии. Ну, это на немецких полях. Кубок именно проводят на домашних стадионах. Ну что же, посмотрим. Бавария против Лейпцига. Куба Германии. Поехали. Хорошо, как мы сейчас продвигаемся. И какая же голевая передача. Как мы эту атаку-то сейчас все сделали. Леон Горецко забивает шикарно. 63-я минута. И все. 1-0. Бавария впереди. Вот мне просто интересно. Посмотрите, как здесь, наверное, на личном ясоем качестве и правый наш лысенький такой игрок тоже перепрыгнули дважды. Вот здесь еще между ног отдаем хорошую голевую передачу. Ну, шикарно. Голевая передача в Кубке Германии. Мы выходим вперед. Ребята, молодцы. Минимальная победа. Мы проходим дальше в Кубке Германии. Благодаря моей голевой передаче мы обыгрываем Лейпциг. Во втором тайме прям полная доминация от нас была. Да, голевую на нас записали. Отлично. Сами 5-ти у Горецкий оценка, как и у меня. Но он все-таки игрок матч, все-таки гол забил. В четвертьфинале мы, кстати, обыграли Лейпциг. Мы выходим в полуфинал так же, как и Айнтрахт. Армения. И в дополнительное время даже Ливергузинский Байер проиграл вот Айнтрахту. То есть у нас два Айнтрахта выходят. А мы будем играть с одним из этих Айнтрахтов. Итак, у нас была четвертая голевая передача уже в сезоне. 8-7 голевая передача в карьере. Итак, сейчас у нас игра, кстати, в Лиге Европы. 1-16. Играем против Лацо. Давайте-ка посмотрим, что вообще из себя представляет Лацо. Откуда они к нам попали. Из Лиги Европы, либо из Лиги Чемпионов. Сейчас мы это с вами узнаем. Лацо попали к нам из Лиги Европы. Они заняли, правда, вторую строчку. В такой вот легкой, кстати, группе, где Гронинген. 6 побед из 6. Команда, которая воспитала вроде Вирджила Ван Дайка. Ну, играл он там. И, если я не ошибаюсь, Златан Брыгин. Что насчет Златана, это не точно. Поэтому мы встречаемся сейчас против интересной итальянской команды, которая идет в чемпионате сейчас на данный момент на третьем месте. Минимально, на самом деле, здесь прям отставание такое. В 4 очка. Но у них и лидерство на четвертой строчке в 10 очков. То есть отрыв хороший. А в топ-3 итальянский команд сейчас состоит Лацо. Так что посмотрим. Играем первый матч вообще на выезде, поэтому надо нам обязательно забивать. Против Лацо мы играли за Ювендус. Вот такой вот у них состав. Поэтому снова мы возвращаемся с вами в Италию. Не играли мы с вами там уже 3 года. Мы успели поиграть 2 года уже в ПСЖ и вот один в Германии. Итак, стадию Олимпико. Лацо против Баварии. На этих полях мы выигрывали с вами чемпионат Италии. Не с первой попытки вроде, но выигрывали. Это главное. Поэтому посмотрим, как мы сегодня отыграем в Лиге Европы. 1-16. И сразу же вот такого вот интересного, серьезного, причем соперника нам дают на первой же стадии раунда плей-офф. И вот хороший момент. И удары прям в падении забивает наш Рахич. Раич, я не знаю, как правильно его фамилию называть. 21-я минута мы в очень хорошую контратаку ушли. Мой предголевой пас. В хоккей бы, естественно, снова же, напоминаю, засчитали бы. Ну супер. Вот он этот момент. Отдаю на... Это Гнабри какой-то похожий был. И он отдает уже вот эту замечательную голевую передачу. И Рахич в падении вот так вот в подкате таком забивает. Отлично. Забили выездной гол в 1-16 Лиге Европы в первом матче против Латсу. Немножко, конечно. Но в любом случае 1-0. Нас, кстати, заменили на 93-й минуте. Минуты. Минуте. Вместо нас вышел Зиркзи. Ну и все. Сразу. Финальный свисток. Рахич забил единственный гол в этом матче. Поздравляю всех с победой. В первом матче ответная игра будет совсем скоро. Вот. У меня, кстати, оценка ужасная. 5-5. Прям как у иммобиля. Итак. Сейчас у нас будет матч выездной против Ливеркузинского Байера. Они идут сейчас на второй строчке. Ну. Мы, естественно, их не обгоним после этого матча. Но в любом случае уменьшить преимущество должны постараться. Потому что мы вроде как благодаря автоголу даже победили Ливеркузинский Байер дома. Вот таким составом мы выходим. Вроде как игру мы нащупали, что даже два матча подряд мы выиграли. Правда, по 1-0. Посмотрим, как сыграем на выезде. Поехали. Итак, Ливеркузинский Байер сегодня принимает Мюнхенскую Баварию. Вторая строчка играет против третий. После даже этого поражения, если у нас оно случится, Ливеркузинский Байер все равно будет на второй строчке. А, нет. Даже если я не проиграю, да, они будут на второй строчке. Вот. Но если мы, кстати, проиграем, то мы можем на четвертую строчку упасть. И забиваем. Мы забиваем Ливеркузинскому Байеру. Отлично. Прямо сейчас здесь отыграли. 54-я минута. И это 1-0. Аккуратно здесь приняли мяч. Ушли из-под вот этого прессинга от защитника. Сейчас покажу. Вот. Аккуратненько здесь перепрыгнули. Ну, из-за штрафной голкипер вряд ли видел, наверное, даже момент этого удара из-за защитника. И солнце. Вот тоже непонятно. Сейчас посмотрим, куда солнце-то светило. Не голкиперу ли в глаза? Ну, вообще нет. Он сбоку, как бы, солнце светило. Поэтому, ну, не знаю, помешало ли еще и солнце вратарю. Но снова, благодаря нашему удару, мы выходим вперед в матче против Ливеркузинского Байера. В прошлом матче был автогол. Вот. Там в ногу защитника мяч попадает. Здесь мы все-таки уже смогли забить. Замечательно. И все. Минимальная победа, благодаря моему единственному забитому мячу. Снова мы решаем в этом матче исход. Но все равно мы также и остаемся, вроде как, на третьем месте. Потому что у нас сейчас отставание до Байера в 3 очка. Но в любом случае уменьшаем преимущество. 7.5 у меня оценка. Итак, после этой победы у нас все так же отставание в 3 очка до второго места. Отставание в 9 очков до первого. Лидерство в 1 очку. Тут, кстати, Армения отлетела так, но Майнс нагоняет все равно. Четвертое место они вот занимают. Забил 16-й гол в сезоне, 176-й гол в карьере. Ну что же, у нас сейчас ответная игра. Играем дома против Лаоццо в 1-й 16-й лиге Европы. Минимально уже мы их обыграли на их поле. Посмотрим, как мы теперь сыграем при домашней, так сказать, публике. Вот такой вот у нас состав. Такой вот состав у Лаоццо. Мы готовы. Бавария против Лао. Поехали. Итак, Альянс Арена. Бавария принимает сегодня Лаоццо. Вот эта вот фотография вообще замечательная. Вот это вот люблю. Вот такие вот потрибунные помещения. Именно в Pro Evolution они очень хорошо проработаны. Ну что же. Бавария против Лао. Поехали. И все, заканчивается у нас ответная игра. И все решилось именно благодаря в прошлом матче с Лаоццо. Мы минимально проходим эту команду. Попадаем в 1-й 8-й лиге Европы. Вроде как я дальше и не проходил. Именно в лиге Европы. За Локомотив в последний раз. И мы в 1-й 16-й встретились против Севильи. Если я не ошибаюсь. И тогда нам Мунир забил. Тоже единственный свой гол. Вроде мы на выезде. Даже это в Испании было. Поэтому мы в тот сезон, к сожалению, и не прошли. В Валенсии дальше проходит Азе Алкмар. Дальше проходит также Краснодар. Они прошли Спортинг. Боруссия Мюнхен-Гладбах проходит Аберден. Мы минимально проходим Лацу. Брайтон проходит Севилью как раз 7-1. Эвертон 3-0 выносит Робзонспор. 2-0 проходит Реал Соседат. Динамо Москва 3-0 выносит Фейнорд. Бешикташ 5-0 граммит Норшленд. Волверхэмптон 3-0 проходит Олимпик Марсель. Груйнинген со счетом 4-0 выносит АЕК. Монако минимально 4-3 обыгрывает Селтик. Порто 5-0 выносит Миделленд. Манчестернайт в упорной, наверное, борьбе. 6-4 выносит Лиль. Ливерпуль 7-3 выносит Ниццу. И, кстати, Барселона участвует тоже в Лиге Европы. Да тут много хороших команд. Это МЮ, Ливерпуль, это Барселона еще. Барселона минимально Майнц выносит. Вот так вот. С счетом 3-2. Ну что же, а дальше, кстати, мы будем играть против Баруси Мюнхенгладбах в 1-8 лиге Европы. Уже видим в расписании. Но это против другой, которой даже в топ-10 сейчас нету. Бунтс лиги обе эти команды. Играем сейчас дома. Бавария против Шальки. Шальки идут на 8-ом месте. Нам обязательно надо побеждать, потому что отставание в 9 очков до первого места. Вот такой вот состав у Шальки. Мы готовы. Поехали. Итак, Альянс Арена. Бавария против Шальки. Интереснейший матч. Она сейчас ожидает. А раньше этот матч действительно нес какой-то такой свой интерес в плане турнирной таблицы. Сейчас на самом деле нет. Сейчас просто из-за названия. Может быть кому-то это будет действительно интересно. Но с точки зрения турнирного положения команды ни за что сейчас не будут бороться именно в этом матче. Кажем нужна победа. Это точно. Но ни Бавария, ни Шальки не смогут там улучшить свое турнирное положение. И все. Мы играем мячу против Шальки. Значит сейчас у нас будет большая теперь потеря очков. Отставание до первого места. По матчу я бы не сказал, что где-то мы как-то отступали по игре именно Шальки. Вроде равная игра была. Но у меня вот оценка 5.0. Поворотом. Потому что ни одного удара в сторону нет. После 25 туров мы все так же на третьем месте. Теперь у нас отставание в 11 очков. До второго места 5 очков. И лидерс на четвертом местом в 1 очко. Итак. А сейчас у нас матч выездной против Боруси и Мюнхенгладбах. Которые идут на 16 месте. Поэтому посмотрим. Интересно вообще, что это за команда. Какие у них там игроки. Но по сути это реально Боруси и Мюнхенгладбах. У них есть Плеа. И все, наверное. Это единственный. Ну, Крамер вроде у них тоже был. Вот Дабур, Польсон. Это уже другие. Когда Робека, вон вижу. Но правда он в резерве. Поэтому посмотрим. Адамян, кстати, есть. У нас скамейки запасных. Итак. Боруси и Мюнхенгладбах против Баварии и Мюнхен. Поехали. Итак. Боруси и Парк. Боруси и Мюнхенгладбах принимают Мюнхенскую Баварию. Интересный матч с точки зрения именно Баварии. Потому что не забивают уже 2 игры подряд во всех турнирах. Надо что-то с этим делать. И замечательно. На 92-й минуте мы забиваем ворота Боруси и Мюнхенгладбах. Вот этот единственный мой удар, наверное, был. Ну, был еще один, да. Но я попал в перекладину. Но не суть. На последних минутах защитники что-то подрасслабились у Боруси. Вот здесь вообще на меня никто не выходил. Я увидел вот эту лазейку и решил в дальний-нижний угол пробить. И отлично. Давно я не забивал. Давно. На протяжении вроде трех матчей. Ну и вот на последних минутах вырываем мы победу на выезде. Все. Наши 3 очка. А Бавария побеждает Борусию на выезде. Замечательно. Один удар в створ был сейчас. И я его реализовал. 7-5 у меня оценка. Так. Теперь у нас все так же лидерство в 1 очко. Отставание в 9 над Айнтрахтом. Забил 17-й мяч в сезоне. 177-й мяч в карьере. Ну что ж. Сейчас снова у нас выездная игра в 1-8 лиге Европы против Боруси Менхенгладбах. Который, кстати, теперь идет на 10-й строчке. Посмотрим, как мы сыграем. Вообще так интересно, что сразу, практически сразу в плей-офф мы встречаемся против немецкой команды. Вот такой вот у них состав. Луис Густаво есть на скамейке запасных. Есть Эмбола, есть Александр Плеаснов. Почему-то я не знаю. Вот есть Закария, Крамер. Но вот это более, наверное, похожий состав на Менхенгладбахскую Борусию. Ну что же. Борусия Менхенгладбах в форме. Правда, Севильи поменяем мы им форму. Еще не лучше. Вот пусть в белой Валенсии будут играть. Все. Борусия против Баварии. Поехали. Итак, Борусия Парк. Борусия Менхенгладбах сегодня принимает Менхенскую Баварию в рамках 1-8 финала Лиги Европы. В 1-16 мы минимально прошли Лацо. Вот. Посмотрим, как мы справимся с Борусией Менхенгладбах. Вот. Совсем недавно мы отыграли с одной из этих команд. Вот так вот получилось, что у нас их две в Бундеслиге из-за патча, который крашнутся. Но нам не мешает проходить нашу карьеру. Поэтому посмотрим. И все. Заканчивается у нас первого матча в 1-8 лиге Европы. Мы играем в ничью на выезде против Борусия Менхенгладбах. И это не есть хорошо, потому что мы не смогли забить на выезде, к сожалению. Но здесь матч, мне кажется, чисто под гнетом Борусия Менхенгладбах был. Бэйер стал лучшим игроком матча. У меня оценка 6-0. Итак, сейчас у нас матч Бундеслиги. Бавария играет против Лейпцига. Они идут ниже 10-й строчки. Сейчас мы узнаем даже на какой. На 11-й. Прямо аккуратненько так. Не попали в наш топ-10. У Лейпцига вот такой вот состав. А мы против них играли уже в Кубке Германии. Минимально вроде их прошли. Поэтому Бавария-Лейпциг. Поехали. Итак, Бундеслига. Болельщики заряжены на сегодняшний матч. Бавария против Лейпцига. Поехали. И какой голешник мы сейчас забили, а? Просто на молчаночке просидел. Думал, вряд ли что-то из этого получится. Очень хорошо разыграли этот штрафной. С левой ноги и за штрафной. Вот вы просто посмотрите. Подачечка аккуратненькая. Причем я на весиком отдавал. Вот здесь, ну, пушка страшная, а? Комментировал бы Черданцев, бы точно бы так. Этот гол. Отозвал бы он. Вот как так можно было сейчас забить, а? Левой ногой в дальний угол. Ну, супер же. Выходим вперед в матче против Лейпцига. И все. Минимальная победа Баварии над Лейпцигом. Благодаря моему единственному забитому мячу мы набираем 3 очка. Единственный, причем даже удар был в створ в этом матче. У меня оценка 7,5. Сейчас посмотрим, благодаря этой победе, что у нас там получается. Ну, минимальное лидерство, во-первых. И отставание у нас за 9 очков до первого места. Забил 18-й гол в сезоне, 178-й гол в карьере. Ну что же, сейчас у нас ответная игра в Лиге Европы. Барусия до сих пор так и идет на 10-м месте в рамках чемпионата. Ну вот посмотрим, как мы отыграем в Лиге Европы. Бавария против Барусии. Снова форму надо вот поменять им. Сразу на третью включим. Поехали. Ну что же, Бавария-Барусия. Последний наш шаг к четвертьфиналу Лиги Европы. И мы забиваем. Какая пушечка сейчас снова была. Хорошо мы прям разыгрываем в последних матчах голы. Не просто так на шару пробиваем. Ну, на шару действительно. Но комбинация была очень хорошая. Вот здесь вот наперед отдали. Он стоит в стеночку. И вот здесь вот. Ну как это все замечательно у нас прошло. И выходим мы вперед. Отлично. Главное вот сейчас вот не пропустить. Иначе придется снова нам обязательно забивать. И мы пропускаем. 70-я минута. Тюрам сравнивает счет. Ну и теперь нам в любом случае надо снова забивать. Потому что Барусия забила выездной мяч. И сейчас они могут выйти в четвертьфинал. Мы играем в ничью. А это значит, что мы вылетаем из Лиги Европы. В 1-8 от Баруси Менхенгладбах. Из-за того, что они вот по выездному голу, так сказать. Они нас переигрывают. Хотя я еще и лучший игрок этого матча. Ну что же. Выходит в четвертьфинал Краснодар. Выходит дальше Баруси Менхенгладбах. Брайтон проходит Эвертон. ПСВ проходит Динамо Москву. Бешикташ проходит Волверхэмптон. Монако проходит Гронинген. МЮ проходит Порто. Ливерпуль также в дополнительное время даже по гостевому голу проходит Барселону. Забила свой 19-й мяч в сезоне. 179-й гол в карьере. Ну что же. Сейчас у нас выездная игра против Штутгарта. Они идут ниже 10-й строчки. Мы сегодня, естественно, в старте. Ну и теперь будем на Кубок и на чемпионат бросать все свои силы. Вот таким составом мы выходим. Вот таким выходит состав на поле Штутгарт. Поехали. Итак, Штутгарт сегодня принимает на Мерседес-Бенц-Арене команду из Мюнхена. Баварию дочь на стадионе. Здесь это нам не помешает. Поехали. Итак, нас заменили на 88-й минуте. Вместо основной на Зиркзи вышел. Сейчас узнаем это, естественно. Либо не узнаем. Да, Зиркзи вместо меня вышел. И все, играем в ничью против Штутгарта. У меня оценка 5,5 за матч. Мы опускаемся на 4-е место. У нас лидерство, так сказать, на 5-м строчке 0 очков. Отставание теперь до 1-го места в 11 очков. Ну а сейчас очень важный матч. Мы вылетели из Лиги Европы. Теперь надо посмотреть, получится ли у нас выйти в финал Кубка Германии. Потому что вряд ли там уже мы что-то в Бундеслиге получится выиграть. Поэтому хотя бы Кубок Германии мы должны выиграть. Вот таким составом мы выходим. Вот такой вот состав у Айнтрахта. Мы играем дома. Они в форме мадридского Реала. Поехали. Итак, полуфинал Кубка Германии. Бавария против Айнтрахта. Поехали. И мы пропускаем. Айнтрахт забивает нам на 80-й минуте. И вот теперь немножечко нервы сейчас будут. Мы, наверное, все в атаку сейчас даже пойдем. Потому что Дико нам забил. Нам надо обязательно выигрывать. Хотя бы забить. Чтобы шансы еще были в дополнительное время. У вратаря мяч в руках. И сотая уже идет минута. И мы вылетаем из полуфинала Кубка Германии. Айнтрахт проходит. Поэтому мне кажется, это мой первый сезон, который без титулов. За локомотив мы вроде выиграли даже кубок, если не ошибаюсь, в первом же своем сезоне. А здесь, походу, пришли в лучшую немецкую команду. И можем остаться теперь вообще без титулов. 6-0 у меня оценка. Лучшим стал он Дико, естественно. Он забил, потому что гол ничего не предвещало, как говорится. И Айнтрахт будет играть в финале против Айнтрахта. Вообще замечательно. Так, у нас товарищеские здесь игры со сборной России. Давайте посмотрим. У меня сейчас 38 плюс 5. 38 голов, 5 голевых передач. Так, не играем, не играем. Симулируем. Так, 38 плюс 5. Ничего я не забил. Кстати, не отдал голевую в этом матче. Мы сыграли 1-1 против сборной Англии. Сейчас будем играть против сборной Голландии. Давайте тоже сейчас посмотрим. 38 плюс 5. Это я запомнил. 1-0 победили голландцев. Я забил победный гол. Замечательно. Хотя бы со сборной что-то такое получается. Ужасный сезон. Я даже, наверное, буду подумывать о том, чтобы закончить именно с Баварией. И в следующем сезоне перейти в команду из Ла Лиги, либо из АПЛ. Скорее всего, в чемпионат Испании я буду переходить. Но как-то в Баварии у меня не задалось. Я и не хочу как-то дальше продолжать. Именно в Баварии, в Бундеслиге. Потому что тут как бы и патч, вот это все представление само по себе. Да и команда, я так смотрю. Не сказать, чтобы из-за меня. Они так плохо играют. Но как-то не мои это были ожидания. Мои ожидания, это мои проблемы. Но все равно как-то так. Так, ребят, всем спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. А с вами был Андрей, канал Футбол. Это Жизнь. До новых встреч, друзья, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok